19 декабря 1916 года, В этом последнем декабре Романовской империи на речке Малая Невка в Петрограде всплыл труп, обезображенный, покрытый оледенелой горкой. Самое поразительное, это были его руки, связанные руки, они были подняты, они будто грозили этому небу, этой столице. Ибо там, избитый, отравленный и простреленный, Распутин все еще продолжал бороться за свою жизнь, все еще пытался освободиться от пут. И, как напишет в отчете полиция, множество людей с кувшинами, флягами и ведрами бросилось к воде в надежде зачерпнуть вместе с водой и дьявольскую силу, о которой была наслышана вся Россия. Чтобы понять причины, катастрофы, случившейся с Россией в начале этого века, нам придется уйти в прошлое. Стоял февраль 1880 года. Зима кончалась. Это был особый февраль, ибо в этом феврале должна была быть великая годовщина, 25 лет благополучного царствования Александра II. Не часто среди Романовых были такие цари-долгожители. Накануне юбилея государство ждал к себе в гости своего родственника, принца Гессенского. Принц опаздывал. Как выяснится, потом счастливо опаздывал, ибо когда он приехал, часы уже пробили шесть, и они зашли в столовую, и глухой удар потряс дворец. И, как напишет потом принц, газ в галерее погас, пол вздыбился, как от землетрясения, и невыносимо запахло порохом. Это сработала адская машина, которую установил в подвале народоволец Степан Халтурин. Если бы Халтурин не забыл закрыть дверь, вся сила взрыва пошла бы наверх, и ничего не осталось ни от столовой, ни от ее хозяина, ни от гостя. Но он забыл. И поэтому теперь в караульном помещении, которое было между столовой и подвалом, корчились в муках несколько десятков лев-гвардейцев и валялись трупы. Таков был подарочек от Исполнительного комитета народной воли царю-реформатору к юбилею. Взрыв во дворце, в доме царя всея Руси, он потряс тогда всю Россию, только об этом и разговаривали. И Суворин, это редактор самой влиятельной тогда газеты «Новое время», пришел в гости к писателю Достоевскому. И разговор их он записал в дневнике. Мы заговорили неестественно о политической ситуации, о взрыве в Зимнем дворце. И Достоевский сказал, что вся беда в том, что общество, оно не то чтобы одобряет, оно не знает, как ко всему этому относиться. Представьте, что мы с вами стоим у витрины магазина «ДЦАР». Это магазин, где продавали картины, и рассматриваем в витрине картины. И слышим за спиной разговор. Разговаривают двое. Они взволнованы, и поэтому не соразмеряют обстоятельства с громкостью речи. И мы слышим, сейчас Зимний дворец будет взорван. Я уже завел машину. Вот вы побежите к городовому, обратитесь в полицию, чтобы их арестовали. Я, например, сказал Достоевский, не побежал бы. И я не побежал бы, ответил автор Убесов, редактор проправительственной газеты «Новое время». Вот в том-то вся и беда, сказал Достоевский, потому что ведь никаких серьезных обстоятельств не побежать, не обратиться в полицию, ведь нет. Одна боязнь прослыть доносчикам. Я все представляю, напишут в газетах, Достоевский сообщил, не дай бог, орденом наградят. Либералы бы мне этого не простили, они бы меня довели до отчаяния. Он еще долго говорил на эту тему. Он стоял за скимовальным столиком, набивая папиросы. Все говорил. А потом вдруг сказал важнейшее. Он сказал, что пишет продолжение романа «Братья Карамазовы». И героем его он хочет сделать вот этого, своего любимого героя, Алешу Карамазову. Он прошел бы через монастырь, стал бы монахом. А потом в поисках правды непременно стал бы революционером. Он совершил бы политическое преступление, и его бы казнили. Преступление, за которое казнили, это и был террор. Как опасны слова в устах русских писателей. Как часто они становятся пророчеством. Каким эхом отзовется вот этот разговор в жизни Федора Михайловича всего через несколько месяцев. Через несколько месяцев в доме, где он жил, в квартире, дверь в дверь рядом с ним, на той же лестничной клетке. У Достоевского 10, там будет 11. Поселится молодой человек. Не заметить его Достоевский не мог бы. Это был высокий красавец. У него были волосы и сине-черные, и цвета вороного крыла. И лицо смуглое, без всяких признаков даже румянца. Это я цитирую на родоволку Веру Фигнер. Ибо молодой человек, поселившийся рядом с Достоевским, был член исполнительного комитета народной воли. И участвовал во всех террористических актах. Он пытался убить царя. Он участвовал в этом знаменитом убийстве шефа жандармов Мезенцева, которого закололи на площади кинжала. Заколол его знаменитый народоволец Степняк Кравчинский. Это прообраз овода. И вот этот молодой сосед Достоевского и прикрывал револьверным огнем Степняка Кравчинского. И его умчал с места убийства знаменитый конь-варвар. Я говорю знаменитый, потому что это была мистическая лошадь, которая, как мы увидим дальше, осталась в истории России. Фамилия молодого человека, истинная, потому что жил он под кличкой, была Баранников. А самая популярная кличка в среде революционеров – ангел смерти. Как страшно будет эта кличка в судьбе Фёдора Михайловича. Потому что, когда молодого человека арестуют, и после этого в соседней с Достоевским квартире будет обыск и устроят засаду, вот тогда у Фёдора Михайловича именно в эти дни и пойдёт кровь горлом, и на третий день он и скончается. Так что, литературоведы, у них будет возможность предположить, что впечатлительнейшего нашего писателя потряс этот обыск, возможно. Он напомнил ему, как он сам, молодой, это вечное, что его преследовало, стоял с этим балахоном на лице, приговорённый к смерти по делу Петрашевцев, и ждал, ждал смерти. Или, может быть, он ещё раз задал себе этот мучительный вопрос. Почему не пошёл бы в полицию? Почему не донёс на преступников? Я думаю, что, говоря о страхе перед либералами, Фёдор Михайлович здесь немного лукавил. Причины были куда более основательны. Есть два таких популярных мифа о рае, который щедро пользует наши не очень зрячие поводыри слепых. Один рай – это тот, который ждёт нас в будущем. Там рай коммунизма, капитализма. А другой рай – это тот, который мы потеряли. Рай Великого Московского царства, а ещё чаще рай Романовской империи. Я всё время думаю, вот Салтыков-Щедрин с его историей города Глупого, Пушкин с его «Тебя, твой трон, я ненавижу, Твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу, Молодой, но по зрелым будет, скажет, Догадал же меня чёрт с душой и талантом родиться в России?» И Красов с этой фразой, которая, наверное, во все времена подходит. «Я книгу взял, восстав от сна, и прочитал я в ней, Бывали хуже времена, но не было подлей». Или Гоголь с его «Неча на зеркало пенять, Коли рожа кривая» и с этим всем сонмом Христокова, Городничек, Страшно Цовакевичей. Или даже граф Алексей Константинович Толстой С его историей России в стихах И с этим печальным рефреном «Порядка ж нет, как нет». Я думаю, они были бы очень сконфужены Нашей идеей о рае, В котором им пришлось жить Все эти писатели самых разных направлений. Так что, как бы подытоживая, Наш замечательный поэт написал В начале века «Нынче давель все одно и то же. Те же морды, волчьи рожи, Спертый дух и одичалый мозг, Сыс и кухня тайных канцелярий, Пьяный виск, невыносимый твари, Жуткий гиг, шпицпрутинов и роск». У Александра Второго Была тетрадь, Когда он был еще юношей. Она осталась в архиве, Это его записи по русской истории. Целый отдел русской истории Гордо он назвал Романовым. Это правда, 300 лет династии, Которая правила Россия. Правила самодержавна. И это была, друзья мои, Деспотия. Истинная деспотия, Которой Николай I Простодушно и искренне сказал Маркизу де Кюстину. Деспотия – это то, Что более всего соответствует Гению русского народа. Поэтому правили Романовы Самовластно. И самые великие из них Абсолютно самовластно. И Петр Великий, Который надел на эту Вросшую в душу Боярскую шубу Европейский кафтан, Посадил в царице Полуграмотную немку, Кухарку. Ей же оставил царство. Но реформы действительно проводил. Причем проводил Тоже самовластно, Как до сих пор У нас иные проводить бы мечтали. Как проводил, Написал об этом Замечательно Федор Михайлович. Вот Фельдьегер сидит, Мужик на облучке. И вот Фельдьегер молча, Без всяких предупреждений, Здоровенным кулаком Хрестьем щеку. И тот передал этот удар Лошадям, И двинулась тройка. И дальше он пишет, Но это не укоротило Фельдьегеря, Потому что тут был метод, Мы бы добавили управление. Он все бил его, Вот этим здоровенным кулаком, И мужик, Будто выбитый из ума, Поминутно хлистал лошадей, Нахлистал их до того, Что они уже Понеслись, как угорелые, И стала Тройка птицей. Другой наш классик, Правда, спрашивал, Что означает это Наводящее ужас движения. Означало это, Что надо было держать В покорности И ямщика, И тройку, То бишь народ, И были эти бесконечные Страшные канцелярии тайны, И розги, И шпицпрутины, И российская тайная полиция. И вот эта Деспотия, Она была ограничена. Она была ограничена Такими локальными походами Гвардии на дворец. Во время этих походов Гвардия удалила Двух императоров, И посадила двух цариц. Так прошел XVIII век. Но в начале XIX века Начинают закладываться Несколько более цивилизованные основы Русской тайной полиции. Подули ветры, Раскрылось окно в Европу, Война с Наполеоном, Гвардия увидела страны, Где человеческое достоинство Не унижалось. Ветер вольности, Опасный ветер. И уже начальник гвардии Князь Васильчиков Должен был подумать, Должен был подумать В некоторой боязни, Что походы на дворец Перестанут быть столь локальными, Что подтвердил Семеновский полк Целиком восстав. И князь Васильчиков Предложил свой проект. Ну, цари у нас романтики, Поэтому писать им надо романтично. Нельзя было написать Правду об этой угрозе, Действительно, Которая, Этот ветер свободы, Который дул из республиканской Франции. Нет, писалось иначе. Писалось о том, что Несмотря на благоденственное правление, Всегда найдутся злонамеренные лица, Которым оно не нравится. И еще писал он о том, Что в зависти к успехам Великим русской державы Агенты иностранные Будут разлагать гвардию. И дальше предлагал дело. Дело было в том, Чтобы установить тайную полицию В гвардии. Учредить ее. Институт этот назывался Институт смотрителей. Как относился к ним сам князь, Он сформулировал тоже. Надо платить этим мерзавцам, Писал он, Поболее, Чтобы рвение у них было поболее. Но есть такая формула, Знаменитая, Целиком относящаяся И к нашему чиновничеству. Чем больше рвение, Тем меньше пользы. Поэтому в результате Вот этих смотрителей Был пропущен заговор Декабристов, Который охватывал Гвардейские полки. После смерти Александра Первого, Новый царь, Николай Первый, В столе упокойного императора, Нашел удивительную Докладную записку. А точнее, Донос. Нет, нет, Он не был от смотрителя. Он был от боевого генерала. Боевой генерал Вначале там давал Некоторое определение Русским либералам. Довольно забавные. Типа, Их слабый умственный желудок Не в силах переварить Те сочинения, Которыми они увлекаются, И оттого в результате Все выйдет постыдное. Не в силах Управлять даже собственным имением. Они хотят управлять государством. Им нужна конституция, То бишь представительные учреждения, Где смогут волю краснобайничать И дадут волю своему тщеславию. Ну, а далее шло Описание вреда Масонских лож И длинный список Всех будущих участников Декабрьского восстания. Автор записки, Писавший вот это О вреде масонства, Был сам участник Масонской ложи И бывший лимитерал Граф Бенкендорф. Вот ему И государь поручил Создать Вот эту Новую тайную полицию. Знаменитое Третье отделение Собственное Его императорское величество В канцелярии. Но в помощь себе Он взял Другого бывшего либерала Дубельта. Тот был известен Своими Вольными речами В молодости. Так что, когда Декабристов даже Потянули к ответу, Греч Все спрашивал, А чего же о Дубельте Забыли? Где же Дубельт тут? Вот этот Бывший либерал И стал великим Гонителем Либералов. Он и сказал Замечательную фразу, Которую, я думаю, Следует запомнить. Он сказал, я по-моему, Барону Дельвигу. Он сказал Милый мой, Законы у нас Пишутся Не для начальства. Пишутся они Для подчиненных. И вам не следует Сметь Мне на них указывать. Либералом он оставался. В чем он Платил своим агентам Всегда Числом Кратным Трем Чтобы помнили О Тридцати Серебряников Иуды. Третье отделение Должно было Контролировать Все От Безопасности Государства До литературы. Они понимали Важность идеологии И оттого Должны были Сделать Часть Литераторов Доносчиками А другую часть Сломать. Что и делалось. История С Александром Сергеевичем Пушкиным Это Сложная история. Наш поэт Во второй половине Своей жизни Понял печальное Что Главным европейцем Как он сам говорил У нас, к сожалению Является только правительство Остальное Еще хуже. И конечно Вот это Милости Государя Они Его соблазнили Он поверил Поверил И появились Эти стихи Знаменитые С Гомером Долго Ты беседовал Один Тебя Мы долго Ожидали И так далее И стаи Эти Знаменитые Станцы В надежде Славы И добра Вперед Гляжу я Без боязни Начало Славных Дней Петра Омрачили И стал Напечатать Это Стихотворение Они Знали Что в родной Нашей Стране Влияние Литератора Прямо Пропорционально Его Оппозиции Правительству Чем Кончилась Вот эта Всеобъемлющая Деятельность Третьего Отделения Этот Мороз Николаева Царствования Кончился Он Унижением России Крымской Войной Колоссом На глиняных Ногах И Выстрелами Револьверной Пальбой И Революционными Организациями Которые Получат Наследство Александр Второй В апреле 1866 Года И случилось Необыкновенное Царь Александр Второй Гулял В летнем Саду С собакой Он Обычно Гулял В это Время В летнем Саду Собралась Небольшая Тальпа Глазели Потом Царь Начал Садиться В экипаж Лицмейстер Помогал ему Держал Полудлинные Шинели И в это Время Сторож В летнего Сада Увидел Как в толпе Появился Молодой Человек Высокий Блондин И начал Целить В императора Целил Долго Потому Что Впервые Это Происходило Так что Сосед Сначала Толкнул Его А потом Толпа Набросилась На него И только Полиция Спасла Его От смерти Это Был Каракозов Это Была Первая Попытка Убить Русского Царя Вольвер Что Было На следующий День Какое Торжество Какая Радость По поводу Этого Спасения Зимний Дворец Был Завален Адресами Все Заказывали Молебны Люди Целовались Обнимались Прямо На улицах И Вот Пройдет Всего 12 Лет И Как Много Изменится Это Будет 1878 Год Когда Будут Судить Веру Засулич За Это Время Как Сказал Кто-то Справедливо Выросло Целое Новое Поколение Молодых Людей Готовых Жертвовать Собой За Правду Точнее За то Что Они Называли Правдой За Это Время Было Хождение В Народ Угнетенный И Молодые Люди Которые Это Делали Поняли Что Народ Не ждет И Они Решили Стрелять В Его Угнетателей Степняк Кравчинский Сформулировала Это четко Великое Зло Проливать Кровь Но Куда Более Страшное Зло Покорно Сносить Насилие В стране Где Нет Свободы Голоса Говорят Бомбы И Появилось Это Поколение Которое Кто-то Назвал Даже Поколением Евангельских Социалистов Потому Что Главное В них Было Это Жертвенность Это Была Готовность К Подвигу И Одновременно К Петле Подвигом Они Называли Убийство Царских Чиновников И будут Называть Убийство Царя А Петля Она Была Для них Желанна Ибо Они Считали Ее Необходимым Искуплением За Подвиг И Дя На Убийство Эти Молодые Люди Крестились Они Помнили Дело Прочно Умрешь Недаром Дело Прочно Когда Под ним Струится Кровь Вот Есть Действительно Такая Общепринятая Уже Даже Не версия Аксиома Как Эти Молодые Люди Любимым Словом Которых Было Слово Идеал Оно Употреблялось Ими Столь же Часто Как Ныне Употребляется Слово Круто Выпьем Мы За того Кто Что Делать Писал За героев Его За его Идеал Так Они Пели Студенческой Песни Что Вот Эти Молодые Люди Действительно Не имеют Никакого Отношения К тому Страшному Во что Выродится Террор В конце Нашего Страшного Века Каляев Это Любимый Пример Который Пойдет Убивать Великого Князя Сергея Александровича Когда Увидит Двух Детей В карете Малолетнего Дмитрия Павловича Его Сестру Откажется Бросить Бомбу В тот Раз Подвергнув Опасности Всех Своих Товарищей Но Как это Не страшно Не так Не так Они Приступили Они Приступили Заповедь Господа Они Сами Решили Быть Мстителями Они Забыли Ему Отмщение И Только Он Воздаст И Поэтому Террор Должен Был Выродиться В то Во что Он Выродится Как это Не страшно Эти Великие Жертвенные Идеалисты Они В какой-то Мере Отцы Вот этого Страшного Террора Нового И Уже Следующее Поколение Террористов Эсеры Которые Придут Они Будут Называть Террор Террорной Работой И Савенков Будет Писать Об Удивительных Глазах Об Удивительных Глазах Террориста Гершуни Вот Обычное Еврейское Ничего Не Значащее Обычное Лицо И Вот Он Поворачивается Эти Льдистые Холодные Страшные Глаза И Такие Глаза Будут У Савенкова И Такие Глаза Будут У Провокатора Азефа Потому Что У Всех У Них В Глазах Было Вот Это Убийство И Потому Будет Этот Страшный Парадокс Молодые Люди Мечтавшие О Реформах Будут Охотиться За Царем Реформатором В 1878 Году Повторяю Царю Пришлось Увидеть Удивительное Судили Веру Засулич Градоначальник Трепов Сделал Обычное Он Выпорол Студента Политического Выпорол Вот Такой Древний Способ Учить Был Пороть Если б знал Трепов Сколько Молодых Людей Тогда Задумали Отмстить Ему Савенков Будет Писать Как он Мечтал Убить Его Сделала Вера Засулич Выстрел И убила Ранила И бросила Револьвер Был Суд И вот Коня Описывает Как Старшина Присяжных Блядный Подходит Читать Их Решение Доказано Лишь Что Стреляло Доказано И следующий Вопрос Виновна Ли В том Что Стреляло И ответ Нет Невиновны Что Было В зале Что Было Люди Вскакивали На стулья Наверху Обнимались Целовались Такой Был Восторг По поводу Оправдания Веры Засулич Так Что Другая Вера Фигнер Справедливо Скажет Мы уже Окружены Сочувствуем Большинства Населения Вот Почему Федор Михайлович Говорил Я не Побежал Бы В полицию Я бы Не донес Не потому Что Либералы Только А потому Что Общественное Мнение Было Такое Они Соблазнили Страну И После Того Как Государю Объяснили Что нельзя Ему гулять Уже В летнем Саду Объяснили Что нельзя Ездить По железным Дорогам Было Несколько Попыток Убить Царя В вагоне Сорвали Зарвали Пояс Но только Свитский Пояс Царский Проскочил После того Как он Узнал Что нельзя Ездить На железной Дороге Спокойно Объяснили Ему Что надо Внести Коррективы В личную Жизнь И пришлось Ему Княгиню Долгорукую Эту Его Любовницу Которую Он безумно Любил Поселить В зимнем Дворце Где жил Он С женой После чего Объяснили Ему Что уже Даже У дворца Гулять Царю В сия Руси Не позволено Он гулял По дворцовой площади Когда из-за арки Вышел молодой человек В гражданской фуражке С кокардой Вынул револьвер И начал палить И царь В сия Руси Подхватив Шинель Зигзагами Убегал От него А он Палил Все Пока Капитан Из царской охраны Ударом Сабли Плашмя Не повалил Его На землю Но что-то Надо было Делать Надо было Что-то делать Приближался Вот этот Юбилей И не просто Приближался А ждали Ждали Пожаров Говорили О шарах С динамитом Которые должны Были появиться Над городом 25 лет Благополучного Царствования Александра Второго Какой иронии Звучали уже Эти слова И сколько Потом Раз Историки Наши Будут Называть Это Царствие Благополучным О котором Достоевский Сказал Колеблись Над Бездную Вот что Это было Такое Но что Повторяю Надо было Делать Писатель Гаршин Предложил Русский Путь Путь Фантастический Но повторяю Очень русский Казнить Их Прощение Он знал Этих Экзальтированных Самоотверженных Молодых Людей И сказал Что с ними Надо так Каракозов Просил царя После выстрела Простить его Как христианин Христианин А царь ответил Как христианин Прощаю Как царь Не могу Казнили Потом Уже после Гибели Александра Второго Наш философ Знаменитый Владимир Соловьев Скажет Потрясающую Фразу Он скажет Обращаясь К новому Царю Александру Третьему Как Представитель Христианской России Неприемлющей Казни Вы должны Простить Убийц Вашего отца Естественно Не простили Потом После убийства Великого князя Сергея Александровича Уже при Николае Втором Великая Княгиня Елизавета Федоровна Придет к Николаю Простить Простить Убийц Мужа И Николай Согласится Но не Согласится Каляев Потому что Они ждали Смерти Для них Это была Часть Подвига Вот тот же Сосед Достоевского Баранников Напишет В письме Я Умираю И торжествую А вы Живите И торжествуете И когда Баранникова Не приговорят К смерти Он очень Скоро умрет От чахотки Так что Каляев Отказался И вот это Колесо Крови И возмездие Поехало Далее Помчалось К Семнадцатому Году Но повторяю Надо было Все-таки Принять Решение Великие Князья Собрались И требовали Ответа Террором На террор Хватит Реформ Эта страна Не для реформ Здесь Нужна Жесткая Рука Александр Второй Избрал Совершенно Неожиданное Продолжение Он Сказал Что Реформы Будут Продолжаться Но Под началом Военного Человека Так Появился Новый Диктатор Лорис Меликов Это был Боевой Генерал Бывший До этого В аппаратной Тени Но На войне Он Проявил Себя Славно Он Участвовал В турецкой Войне Взял Карс Замечательно Боролся С чумой Победил Чуму Потом В Харькове Это было Одно Из Гнезд Террористов Тоже Замечательно Себя Проявил Но Россия Его Не знала Он Был Человек Как бы Новый Царь Дал ему Все Полномочия Все Военные Ведомства Теперь Подчинялись Лорису Меликову Газеты Называли Это все Насмешливо Диктатурой Сердца Потому что Лорис Меликов Обратился К Обществу Он Сказал Что Первый Раз По-моему Что без Поддержки Общества Ему Не справиться И началась Охота За террористами Успехи Были После чего Лорис Меликов Который Стал уже В это время Министром Внутри Иде Сосредоточился На реформах Экономических И вот тут Начало Происходить Удивительное Все знали Что готовится Конституция Хотя готовили Ее тайно Она должна Быть Объявлена Первого Марта Назывался Конституцией Лорис Меликова Хотя Конституции В настоящем Смысле В исчезанном Смысле Слово Это не Была Но Это были Реформы Это были Новые Свободы И вот Тут Оставленный Без Присмотра Департамент Полиции Начинает Вести себя Очень странно Охрана Царя Уменьшается Все начинают Пребывать В удивительном Благодушии А в это время Совершенно Преспокойно Народовольцы Начинают Охоту За царем Царь Который Назывался На революционном Жаргоне Медведь Был Обложен Были выяснены Все пути Его поездок Были выяснены Все пути Его возвращения В Зимний дворец Был Сделан Подкоп Подсадовый И заложена Мина Огромной силы И наступила Первая Марта В ночь На первое Марта Ночь была Ужасная Промозглая В одной из Петербургских Квартир И спали Несколько Молодых Людей Наливали В жестянке Из-под Керосина Вот эту Взрывчатую Смесь Это было Очень опасно Потому что Именно Во время Этого Устройство Срабатывало И было Много Смертельных Случаев И рано Утром С Этими Бомбами Они Вышли На улицу Март Сложный Месяц Для русских Цезарей Бойтесь Мартовский Хит Именно В марте Умер Иван Грозный Умрет Сталин В марте Отречется Николай Второй И вот Сейчас В марте Первого Числа И должно Было Произойти Дело В дневнике Суворина Есть запись Очень сложная Чтобы цитировать Ее Я процитирую Когда государь Уезжал То он Был С княгиней Долгорукой Прямо На столе В это время Княгиня уже была Его женой И в этой записи Нет ничего Скабрезного В ней есть Один ужас Она чувствовала Она чувствовала Что с ним Что-то должно Случиться Она его умоляла Не ехать Это была истерика И чтобы заглушить Эту истерику И была Эта Любовь Потом он возвращался Из Михайловского Манежа Посадовый Не поехал Поехал По набережной Екатерининского Канала Тут его и встретили Тут Росаков И бросил Бомбу Первая бомба Не причинила Государю вреда Он вышел Из кареты Росакова схватили И государь Спросил его К какому сословию Он принадлежит Тот ответил Что мещанин Видимо это успокоило Царя Хотя успокоить Не должно было бы Если бы он знал Правду Потому что Участвовала Например Перовская Софья Это была Потомица Разумовских Это была Внучка Николаевского Министра И дочь Петербургского Губернатора Пока он И разговаривал С Росаковым В это время Из-за фонарного Столба И появился Второй Террорист И бросил Бомбу Между собой И царем Царь Лежал На мостовой Из разорванных ног Лилась кровь Он сказал В зимней визите Там умереть хочу Он хотел умереть Рядом с ней И его посадили На полицмейстерские сани И повезли Повез его Конь-варвар Вот тот самый Который столько раз Спасал народовольцев И который был захвачен полицией Так что Этот мистический круг Замкнулся Круг крови Мечта народовольцев Взбылась Конь Увозил Умирающего царя Царь умрет Но останется Этот вопрос Почему так странно Вела себя полиция В это время Почему не обратили Внимание даже на слова Желябова Который Будучи арестованным Сказал Не поздно ли вы меня взяли И почему Александр Второй Погиб В тот день Когда должны были Быть объявлены Великие его реформы Что случилось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть два Пожалуй Самых частых Состояния нашего общества Или это Безудержная Любовь к реформам Тогда наше общество Бежит Так прытко Впереди прогресса Что бедный прогресс Просто за ним С трудом Поспевает Или столь же Страстная Нелюбовь К этим реформам На которые Тогда Списывают И бездарность Собственных Правителей И неумение Общества Воспользоваться Этими реформами Так что Сразу После Смерти Александра Второго Время Реформ Прошло И Царь Сказал Новый царь Слава Богу Этот преступный И поспешный Шаг Конституции Не был сделан Лорис Меликов Был удален В отставку И призван Был победоносцев Как тот Сказал о нем Вот тот Старик Иссохший С оттопыренными Ушами И с сухим Дыханием Измученного Постами Великого Инквизитора Победоносцев Это был такой Тоже Нередко Встречающийся У нас Ум Вся Энергия Этого Большого Ума Была Направлена На подавление На Любимую Присказку Нашу О том Что Государство Наша Великая И Россия Никогда Погибнуть Не может Он отвечал Язвительно И не такие Царства Погибали Что Предложил Делать Со страной Тоже Довольно Частый Рецепт А ничего Оставить Все Как было Россию Надо Подморозить Сказал он Чтобы Не гнила Подморозили Результат Результат Какой Был Вот Это Любимый Адъютант Александра Третьего Как-то Его позвал Царь Уже В конце Царствования И сказал Что ему Многое Не нравится И беспокоит Сейчас В России И спросил Его Мнение Ректор Ответил Наше Общество Сейчас Напоминает Котел Которым Бурлят Газы А вокруг К него Этого Котла Ходят люди С молотками И как только Какое-то Отверстие Они его Старательно Заклепывают Но однажды Газы Пробьют Такое Отверстие И выбьют Такой Кусок Что Заклепать То будет Невозможно И государь Как он Вспоминал Застонал Как от боли И действительно Результатом Мороза Царства Николая Первого Будет Вот эта Динамитно Револьверная Пальба Которую Получит Наследство Александр Второй А результатом Мороза Царствования Александра Третьего Будет Революция Которую Получит Наследство Его Сын Николай Второй Естественно После Гибели Отца Александру Третьему Пришлось Реформировать И полицию Он был Недоволен Деятельностью Тайной Полиции И поэтому В Петербург Начали Приглашать Новых Людей Вот тут И вспомнили О неком Бравом Капитане Судейкине Который Прославился Еще В прежнее Царствование Судейкин Судейкин Начал Пользовать Провокаторов Он Щедро Внедрял В революционные Движения Была Такая Знаменитая Провокаторша Белокурая Красавица Студентка Бабичева И вот При ее Помощи Он Устроил Такое Маски Шоу Которое Сделало Его Знаменитым На всю Россию Бабичева Позвала На вечеринку Два Десятка Народовольцев В это Время Народовольцы Планировали Убийство Александра Второго Который Должен Был Приехать В Киев И вот В разгар Вечеринки Судейкин Вместе С полицейскими Ворвался В комнату Все были Арестованы Те Кто пытались Сопротивляться Судейкин Сам Застрелил Это Сделало Его Знаменитым На всю Россию Вот его И пригласили В Петербург И стал Он Начальником Петербургского Охранного Отделения И здесь Продолжал Те же Методы Провокация И Вещь Для Петербурга Нескновая Тотальный Компромат Он собрал Досье На всех Чиновников Которые Были В Петербурге Важные Чиновники Их Любовницы Взятки Все знал Теперь Удалой Капитан Так что Мог сказать Любого Здесь Можно Посадить И каждый Будет знать За что У него Была мечта Стать Русским Фуше Но Министр Внутренних Дел Граф Толстой Относился К нему С брезгливостью С этой Брезгливостью Аристократа К грязному Полицейскому И никак Не хотел Сделать его Товарищем Министра Внутренних Дел И тогда Судейкин И использовал Эти новые методы Он разработал Шахматную Целую партию Но в ней Ему нужен был Главный Игрок Ему нужен был Провокатор И причем Успешно Удалой Провокатор И он его Нашел Нашел Вот тем же Новым методом Методом Компромата В номерах Купца Калашникова То бишь Бордели Была установлена Фотокамера И когда Туда Пришел Близкий Кругам Исполнительного Комитета Народной Воли Некий Штаб Капитан В отставке Дигаев Все его Игры С малолетней Проституткой И были Сфотографированы После чего Дигаев был Арестован И вызван К судейкину Но говоря Нехитрым Каламбуром Честь Тогда была Еще в части Так что Когда Дигаеву И показали Эти все Его забавы С малолетней Проституткой Он понял Как Это обрадует И его семью И друзей Революционеров С этого Началось И обращение Дигаева В провокатора Обращение Прошло Успешно Он выдал Судейкина В Петербурге И динамитную Мастерскую И последнюю Знаменитую Народоволку Веру Фигнер Которую Анатоль Франц Назвал Жанн Эдарк Русской Революции Вот Тогда-то Судейкин И предложил Ему Новое Задание Он Предложил Ему Организовать Покушение На министра Внутренних Дел Толстого Естественно Руками Революционеров И Естественно Объясняя Ему Какое Продвижение По Революционной Лестнице Будет У него Дегаева Объясняя Тем Что Министр Внутренних Дел И есть Главный Скрытый Враг Дегаев Был Провокатором Он был Русским Провокатором Так что Совесть Его Мучила И Произошло То Что и Должно Было Произойти В Париже Он Покаялся Исполнительному Комитету Народной Воли И Было Велено Ему И Искупить Провокаторство Свое Но Тем Самым Способом То бишь Убить Искусителя И В нанятой Квартирке С плохим Номером 13 На Невском Проспекте Это была Явочная Квартира Где он Должен был Встретиться С Судейкиным Все было Подготовлено И Когда Судейкин Пришел Его Долго Зверски Убивали Ломом Могучий Капитан Сопротивлялся Но был Убит Он плавал В луже Крови Ломом Убивали Чтобы Револьверных Выстрелов Не было Узнав Узнав О гибели Этого Верного Пса Александр Третий Велел Отыскать Немедленно Дегаева Но вскоре Преследование Дегаева Было Прекращено Ибо Царь С изумлением Узнал Что Глава Петербургского Охранного Отделения Замышлял Убить Его Собственного Министра Внутренних Дел Вот так Убитый Судейкин И заложил Вот эти Две Основы Компромат И провокаторство Которые Будут Главными В работе Русской Тайной Полиции Весь Следующий Двадцатый Век Александр Третий Умер Неожиданно Этот Огромный Грузный Царь Которым Не было Совсем Не было Русской Крови Он так Походил На русского Помещика На обычного Провинциального Русского Помещика Еще раз Доказал Что Русский Царь Это не Титул Это национальность После него На престол Вступил Его сын Николай Второй Который К сожалению Имел Совсем Не царственную Внешность Особенно При Воспоминании Об этом Гиганте Отце Маленький Царь Как Называли Его газеты Высокий Господин Маленького Роста Шум Этого Времени Первая Леонидна Юренева Артистка Императорских Театров Говорила мне Я часто Просыпаюсь И слышу Шум Того Моего Времени Это Звук Копыт Имщики В синих Поддевках На дешевых Пролетках Сидят Проскакал Султан Кавалергарда И спиной Кучеру С шинелью В накидку Проехал Полицмейстер И тотчас Вышли Дворники Встали У ворот И Полицмейстер Проехал Окруженный Велосипедистами Это значит Скоро Проедет Царь А вот И мотор Редкий Мотор Все великие Князья Имели Тогда Моторы Автомобиль Был моден Вот на таком Моторе Великий Князь Дмитрий Палыч И повезет Впоследствии Убитого Распутина Но все это Будет потом А сейчас Только начало Века Но в этой Идиллической Тишине Уже Звучат Выстрелы Новых Террористов Это Наследница Народной Воли Боевая Организация СССР Уже Убит Министр Просвещения Министр Внутренних Дел И много Губернаторов Внутренних Дел Новым Царь Сделал Плево Человек В стиле Победоносцева Держать И не пущать И Щедро Пользовал Народное Древнее Средство Сёк И Знаменитая Его Беседа Ему говорят Будет Демонстрация Студентов Он говорит Высечь Ему говорят Высечь Трудно Потому что Много Курсисток Их в первую очередь Не боялся Сеч Не боялся Судьбы Трепова Почему? А потому что Знал Провокаторы В это время Он сделал Практику Провокаторов Тотальной Всюду Были Провокаторы И Внутри Боевой Организации СССР У него Был Великий Провокатор Вот И сейчас В архиве Осталась Картотека Московского Охранного Отделения Это Разноцветия Разных Карточек Там Белые Кадеты Желтые Студенты Розовые Это Сэры Синие Это Социал-демократы Так вот На обороте Этих Карточек Написаны Имена Провокаторов Чтобы Сделать Карьеру В департаменте Полиции Теперь Надо было Воспитать Провокатора Все звезды Департамента Полиции Теперь Имели Своих Провокаторов Осталась Очаровательная Инструкция Как Обращаться С провокаторами Впрочем Была Такая Устная Тирада Зубатова Начальника Московского Охранного Отделения Он говорил Он говорил К провокаторам Надо Относиться Как К замужней Женщине С которой Вы В связи Бойтесь Ее Компрометировать И вот Этот Несколько Эмоционально С С С С Продолжение следует...